Установка Windows Whistler на современный компьютер. Часть третья. Приветствую дорогие зрители. Сегодня с вами Сетсмарт. И в этом видео мы рассмотрим установка нашей операционной системы. Это у нас операционная система Windows Whistler. Windows Whistler 2462. И это уже третья часть этого видео. А ведь Windows Whistler заканчивается именно этой самой последней сборкой. Windows Whistler 2462. И именно эта последняя версия Whistler. Бета-версия Windows XP. Ведь мы так любим XP. Это ведь та ностальгическая операционная система, которая нам очень нравилась. И именно Whistler это бета-версия его. И вы наверное хотите узнать, как устанавливается. Я нарезал его на болванку на диск. А также в биосе нужно дату сменить. Если мы дату не сменим на 2001 год, января месяца. До марта месяца там приблизительно нужно поставить дату в биосе сменить. Без этого Whistler просто не установится. Поэтому это мы все проделаем. А также мы будем устанавливать его на более старый компьютер. Не современный компьютер уже, а старый. Потому что на IDE жестком диске и на IDE приводе у нас все должно взлететь. Ведь мы не хотим рисковать, чтобы наша операционная система Whistler должна быть установлена. Давайте попробуем все это проделать. Установить эту самую операционную систему. Ведь мы так его жаждем. Жаждем установить Windows Whistler. А ведь в более ранних версиях, когда я устанавливал, видео снимал, то у меня было уже больше похоже на XP. А мы хотим видеть именно Whistler. Windows Whistler. Вот у нас дисковод. Это на IDE. Вот у нас жесткий диск. Тоже на IDE. Попробуем сейчас на этот компьютер мы все это развернуть. И поставить наш Whistler. Windows Whistler. Самая любимая ностальгическая операционная система, которую я сам желал бы установить. А ведь вы наверное тоже хотите увидеть, как он устанавливается. Этот Windows Whistler. Все у нас подключено. Давайте включим наш системный блок. Нажимаем клавишу Delete. В BIOS нам нужно переставить нашу дату. Без этого никак. Давайте сменим нашу дату. Переходим в стандарт SMOS. На какую же дату нам переставить? Ведь нам нужно установить операционную систему и ставим именно 2 числа января месяца 2001 года. Мы возвращаемся в прошлое. Теперь нажимаем Enter. И вот у нас дата 2 января 2001 года. Можно даже до февраля месяца поставить, до марта месяца. В общем нам нужно выставить до марта месяца, до 16 марта. Если мы выставим в одно из это время, 16 марта это крайнее. То есть если 17 марта выберем, то уже мы не сможем установить эту операционную систему. Поэтому я могу поставить 03, допустим, 3 января. Теперь сохраняем все эти настройки и перезагружаемся. Нажимаем клавишу F11. Диск-то мы не подключили. Надо было диск подключить. Давайте подключим наш диск. Вот наш Whistler. Давай же выходи диск. Вот наш дисковод. Открываем наш дисковод. Открывайся. Подключаем наш диск Whistler 2462. И теперь приступаем к нашей установке. Вот наш boot меню. И в boot меню нам нужно выбрать Light On. Light On это наш дисковод. Enter. Ну, запускайся теперь. Надо нажать любую клавишу, потому что если не нажать, то загрузка пойдет с жесткого диска. Вот наш именно Windows Whistler. Здесь написано Windows Whistler Setup. Все на английском языке. Но все же, но все же мы устанавливаем с диска. Довольно быстро загружается все это. Будем ждать окончания нашей распаковки. Синий фон. Все как обычно, как будто бы мы Windows XP устанавливаем. Но мы устанавливаем Windows Whistler. Так, Setup is loading files. Эти файлы сейчас подгрузятся. И должен показать наш жесткий диск. Будем ждать только. Нам остается только ждать. Пока у нас произойдет подгрузка. Наш диск вот довольно тихо. Не шумит особо. Ну и ладно. Setup is starting Windows Whistler у нас происходит сейчас. Ну что-то он завис. Черный экран. Ну, покажи что-либо. Вау. И наша установка продолжается. Надеюсь, клавиатура будет отрабатывать USB клавиатуру. Он увидит его. И теперь самый волнительный момент. Нам нужно нажать Enter. И сейчас мы с USB клавиатуры нажмем Enter. Надеюсь, все пройдет успешно. Я нажимаю Enter. И... У нас все прошло успешно. Нашу USB клавиатуру он видит. Это очень прекрасно. Нажимаем Enter. И все. Давайте посмотрим, что здесь у нас написано. Лицензионное соглашение. Лицензионное соглашение все на английском языке. Теперь нажимаем просто F8. F8 на клавиатуре. Нажал F8. И вот наш жесткий диск. Давайте жесткий диск разметим для установки нашей операционной системы. Здесь у нас выделено 10 гигабайтов. Давайте удалим все разделы. Нажимаем клавишу D на английском. Теперь Enter. L клавишу клавишу. И второй раздел давайте также удалим. Delete D L. И 40 гигабайтов будет под локальный диск C. Давайте по 20 гигабайтов разделим. 20, 20, да? Так правильно будет. Пополам. Здесь тоже. Создать раздел Enter. И в итоге у нас создалось 2 раздела. А третий раздел у нас как неразмеченная область. 8 мегабайт. Теперь нам нужно установить нашу операционную систему. Просто нажимаем Enter. Quick. Быстрое форматирование. NTFS. Не FAT32. А просто NTFS. У нас происходит форматирование нашего жесткого диска. И сейчас наша операционная система Windows Whistler Professional Setup будет установлена. Дождемся форматирование. Черный экран. Что это такое? Друзья, откуда эта ошибка вышла? Почему? Почему ты вывел эту ошибку? Стоп. 0x601e. Ну неужели какая-либо ошибка могла возникнуть при установке Уистлера? Синий экран. Синий экран смерти. Как бы говорит, что проблема с моим жестким диском. Неужели? Обновить BIOS? Я ничего уже не понимаю. Наш Whistler просто отказался. При форматировании жесткого диска он выдал ошибку. Неужели мой жесткий диск не годится для того, чтобы установить на него Whistler? Что с ним не так, а? Я, наверное, так поступлю. Я сейчас подключу SATA жесткий диск. И на SATA жесткий диск, не IDE жесткий диск, а на SATA попробую установить. Может быть, синий экран не будет? Я уже сам не знаю, друзья. Почему такая ошибка вылетает? На другом жестком диске он точно такую же ошибку выдал. Ни на IDE жестком диске не запускается, ни на SATA жестком диске ничего не запускается. Я проделаю следующее действие. Я перейду Integral Peripherals, Scambo Table переведу на Enhanced. Может быть, в режиме Enhanced он запустится. И теперь возвращаемся назад и переходим в время. Я поставил уже в февраль месяц. Может быть, в феврале месяца он запустится? 2001 года. Я не знаю. Я тоже уже не знаю. Сохраняем. И повторно запускаемся. Надеюсь, в этот раз синий экран он все же не выдаст. Ура, друзья! Форматирование прошло успешно. Я переставил его в режим Enhanced. А также я переставил дату на 1 месяц позже. И в итоге сейчас у нас устанавливается. Надеюсь, при копировании файлов сейчас не возникнет синий экран смерти. Я уже не знаю, что делать, друзья. Я уже не знаю, что делать. Но копирование проходит успешно. Все файлы потихоньку копируются. Самое главное сейчас даже не дышать на компьютер. Стать подальше от компьютера. Потому что наша операционная система все же устанавливается. Я уже думал, где-то проблема дальше кроется. Я думал, проблема с оперативной памятью. Но все равно у нас происходит копирование и Уистлер. Наш Уистлер устанавливается. Я скам по таблету перевел его в режим Enhanced. В режиме Enhanced. Надеюсь, в этот раз все пройдет успешно. Мы все же должны установить этот Уистлер. 2462. Билл 2462. Как же приятно, что он устанавливается. Он копирует наши файлы. А пока он копирует наши файлы, мы можем немножко полежать. Ведь копирование все же идет. А значит установка будет успешной. Копирование прошло успешно. Ох, как приятно, друзья, что копирование все же прошло. А теперь у нас происходит перезагрузка. Перезагрузка нашего ПК. Мы не будем трогать. Компьютер пусть сам перезагрузится. У нас побежали секунды. И сейчас он перезагрузится. А дисковод довольно ощутимо шумит. Теперь уже можно подходить и смотреть, что будет у нас. Как у нас установка пройдет. Стартинг Windows. Windows Whistler. Windows Whistler. Вау. Коденейм Whistler. Beta 2 или H. Ох, как приятно, друзья. Мы видим наш Whistler. Как же он запускается. Копирайт 1985-2001. Microsoft Corporation. А сверху также Microsoft надпись. И вот так он запускается. Microsoft Codename. Codename Whistler. Вот это да, друзья. Наш Whistler. Вот так он выглядел в бета-версии Windows XP. Вау. Синякошко не изменилось. Оно только немножко темное. А также как будто бы здесь облака, что ли. Все так выглядит очень приятно. Просто 31 минуты. Все на английском языке. Windows Whistler Professional Beta 2 это уже у нас. И пусть он устанавливается. В вот таком режиме он будет устанавливаться. Все же наша операционная система загрузилась. И сейчас все у нас прекрасно запускается и работает. Надеюсь, все сейчас пройдет успешно. А ну-ка, давайте мышку проверим. Мышка работает. USB мышка при этом работает. Представьте. USB клавиатура тоже работает. Классно. Ждем окончания этого процесса. Это будет какое-то время. Здесь должны какие-то окошки выйти. Сейчас будем ждать, что он нас покажет. Ну, наверное, еще ключ за требует. Ключ тоже у меня есть. Все приготовил. Ну что, вперед только вперед. У нас здесь уже вышло окошко. Языки оригинальные стандарты. Давайте нажмем Next. Имя компьютера. Нужно назвать имя компьютера. И организация. Нажимаем просто 1-2. Имя у пользователя это имя в сети. Пусть такое остается. Нам не важно это. Нажимаем далее. Time zone. Здесь time zone ставим. А дальше у нас установка будет продолжена. 26 минут осталась у нас установка. А также здесь что-то у нас бежит. Какая-то строка. Разными цветами здесь все выглядит. Это у нас вот так вот. Красиво все это у нас бежит. Установка подошла к концу. Теперь у нас происходит перезагрузка. Microsoft Code Name Whistler. Все это в черно-белом фоне у нас Whistler. И вот такой вот у него логотип запуска. Вот так вот раньше Windows XP. Бета-версия Windows XP. Запускалась, друзья. Как приятно видеть наш Whistler. Так, Windows Whistler. Что это такое? Display Setting. Настройка дисплея. Так. Но. 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 Нет. Что это у нас здесь? Вау. Вау. Друзья, это XP-шка же. Очень красиво все это выглядит. Здесь Windows Whistler написано. И Welcome. Персональность сеть. О. Ааа. Ха-ха-ха. Друзья, неужели это XP-шка? Вау, это Whistler. Предыдущий релиз. А здесь отключается? Но, но, но. Здесь давайте корзину перенесем в левую сторону. Смотрите, друзья. Его в любое место можно перенести. Вот так вот. Здесь написано Windows Whistler Professional Evolution Copy Build 2462 у нас. Build. Давайте закрепим наш меню пуск. Он не закреплен. Что-то. Так. Здесь у нас с левой стороны это у нас инструкция. Да. Это инструкция. Скорее всего, если ошибка какая-то будет, то можно им написать. Да. Скорее всего, это Reactman Notes. Это Microsoft Whistler. Это все, что написано о Microsoft. Вы можете почитать здесь. Redmi его. Run. Это запуск. Это help какой-то. Не знаю, что за. Home. Index. Да. Это нас. Вы можете почитать здесь. Об нашем Whistler. Это у нас корзина. Вы знаете корзину. Так. Здесь мы можем добавить мой документ. Мой документ на рабочий стол. Неужели нельзя добавить на рабочий стол? Ладно. Откроем мой компьютер правой клавиши. Properties. Что это такое? Что это было? Он что, перезагрузился что ли? Я не понял. Да, он перезагрузился. Я нажал свойства этого компьютера и в итоге наш Windows просто перезапустился сам по себе. Когда я нажимаю свойства этого компьютера, он автоматически перезагружается. Я не знаю с чем это связано, но я вывел значки мой компьютер и мои документы на рабочий стол. Откроем мои документы. Здесь мой Pictures и мой Music. Все как в Windows XP. Но посмотрите на иконку, которая находится с правой стороны в углу. Это значок у Whistler. В черном фоне все это выглядит. Вот так у нас все выглядит. Давайте теперь откроем мой компьютер. Здесь локальный диск цен. Отобразить скрытые файлы. И здесь у нас наш Windows Whistler. Вот у нас вот так выглядит. Program Files, Document and Settings и Windows. Папка Windows. Program Files и те же самые папки. Это от Windows XP. Теперь давайте сделаем так. Теперь нажмем правой клавиши Properties. Тема у нас называется Whistler. Вот такая вот тема. Windows Classic можем сделать. Можем сделать More Attempts. Здесь никаких тем нет. Так, закроем все это. Две темы только. My Current Temo. Whistler. Наш Whistler тема. И вот классический. Desktop. Какие же фоновые изображения есть на рабочем столе? Вот такие фоновые рабочие столы. Допустим, картинки. Можем выставить. Вот у нас такой даже тема есть. Мне интересна вот эта тема. Вот она, Windows Whistler. Вот такая фоновая картинка. Корзину с левой стороны сделаем вот так вот. Вот наш Windows Whistler. Вот такая вот тема. Приятно. Позже его уже не будет. Все, больше нету никаких картинок? Больше нету. Скринсейверы. 3D какой-то есть. 3D скринсейвер. Вот такие вот скринсейверы есть. Ну и вот такие вот. Теперь давайте перейдем в пуск панель управления. Control Panel. И посмотрим, какие программные обеспечения у нас установлены. MSN Explorer. Вот такая вот программное обеспечение установлена в этой самой Whistler. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Classic Shell. Вот наши стандартные иконки. Не претерпела особых изменений в Windows XP, Windows Whistler. Вот так вот у нас выглядит. Давайте теперь повторно нажмем свойства. Надеюсь, он не перезагрузится. И перезагрузился. Что с тобой не так? Почему, Whistler, ты перезагружаешься, когда я ставлю свойства? Может быть, драйвера видеокарты нужно установить, чтобы все это запустилось? Я даже не знаю. Почему я не могу даже в свойства зайти? Свойства этого компьютера. Windows Whistler. Windows Whistler у нас. Вот у нас версия Windows Whistler. Билд какой у него. В итоге эта операционная система периодически перезагружается. В синий экран смерти уходит. А также, если я в командной сроке что-то вожу, он также уходит в синий экран смерти. Свойства в мой компьютер зайду. Он сейчас перезагрузится. Обязательно в порядке. А так операционная система работает довольно неплохо. Она установилась, но она иногда выводит в синий экран смерти. Я не знаю, с чем это связано. Но все же, мы этот Whistler поставили. Очень приятно видеть эту операционную систему бета-версии Windows XP. Ведь мы так очень любим Windows XP. А здесь это бета-версия. С чего начинался Windows XP? Ведь он начинался с Whistler. А этот самый Whistler мы поставили. Увидели, как он выглядит. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось. Продолжение следует...